Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. После видео с ошибками выравнивания ногтевой пластины базой вы очень просили снять ролик с правильной техникой. Как сделать идеальный блик? Выполняю ваши пожелания, поэтому поставьте пальчик вверх. Выравнивание ногтевой пластины необходимо в первую очередь не для погони за бликом, а для создания идеальной архитектуры, благодаря которой клиент сможет ходить долго с покрытием без сломов. Мы можем исправить недостатки ногтевой пластины, неровности, бугристости, неправильный продольный изгиб. На самом деле техник выравнивания очень много. Поква... Поква... Ква... Ква-ква... Это надо вырезать. На самом деле техник выравнивания очень много. Покажу вам две, в которых работаю я, с жидкой и густой базой. Модель выбралась с длинными ногтями, так как на коротких ногтях добиться идеальных бликов не так-то сложно. Ну что, давайте приступать. Ко мне уже пришла модель, приступим к снятию гель-лака фрезой. Залог быстрого и успешного выравнивания начинается уже в этот момент. Мы должны максимально равномерно снять материал, чтобы выравнивание не занимало нас много времени. Снимаю гель-лак до тонкого слоя базы. Если вижу отслойки, сразу убираю их аппаратом и произвожу сглаживание поверхности, чтобы не было бугров. Если после снятия поверхность гель-лака получилась не совсем ровной, вы всегда ее можете доработать при помощи пилки. Выполняем длинные скругляющие движения. После аппила смотрим в торец. Помним, что толщина вместе с покрытием гель-лака должна быть не больше, чем толщина визитной карты. Я выполнила маникюр, придала форму ногтям. Если вы видите какие-то сломы, то их необходимо отремонтировать на этом этапе до выравнивания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Следующее, оцениваю состояние ногтей и их длину. В моем случае длина большая, соответственно, возьму более жесткую базу, для того, чтобы она впоследствии не дала усадку. На практике хочу вам показать, как работать двумя консистенциями баз, средней и жидкой. Давайте посмотрим, как будет отличаться техника. Среднюю густую базу возьму ОНАЙКЮ, Одиссей, а жидкую буду использовать Бьютикс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пальчик модели наклоняю вниз, толкаю материал кутикуле в стык, с небольшим, едва заметным отступом. Провожу первое движение вниз. После этого кладу кисточку на бочок, прокрашиваю синусы, боковые стенки ногтя, завожу кисть под ноготок, запечатывая торец. То же самое проделываю с другой стороны. Увлажнила ногтевую пластину для того, чтобы в дальнейшем капелька быстрее распределялась. Набираю каплю материала во флаконе, ставлю каплю на наивысшую точку, на апекс, приподнимаю кисть и провожу до свободного края. Материал вылился на ноготь. После этого помогаем ему распределиться кистью из флакона, совершая длинные зигзагообразные движения слева направо. Могу перевернуть руку модели, подправить материал при помощи кисточки из флакона, тонкой кисти, либо апельсиновой палочки. Формирую ровную продольную арку. Подношу ноготок близко к лампе и оцениваю блик. Он должен быть ровным, без преломления. Если блик ровный, отправляем в лампу. В процессе полимеризации просушки гей-лака клиент может ощущать сжение, нагрев материала. Ни в коем случае не стоит его терпеть. Предупредите клиента, чтобы во время сжения он вытащил руку из лампы и после того, как оно пройдет, обратно поставил. Если терпеть сжение, это может привести к отслоению пластина от подногтевого ложа, а не холизису. Техника нанесения жидкой базы будет отличаться. Ей необходимо намного быстрее работать, нежели густой. Если вы начинающий мастер, вам будет тяжело справиться с такой консистенцией. Поэтому возьмите более густой материал. Жидкой базой также сначала прокрашиваю ногой, для того, чтобы его увлажнить. Набираю каплю материала, ставлю на отросшую часть, распределяю у кутикулы, провожу вниз и делаю два движения. Слева длинная и справа длинная. Переворачиваем ручку. Если вы видите неровности на поверхности, например, материал стек неверно, клиент поставил неправильную руку в лампу, вы всегда можете снять липкий слой и опилить поверхность при помощи пилки. Вот наш результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если все-таки ваши блики где-то получились не такими идеальными, как вы хотели, вы всегда можете это исправить при помощи топового покрытия. Наношу его в средний слой и переворачиваю руку модели на 10-15 секунд, чтобы материал самостоятельно разровнялся. Отправляю в лампу. Я показала вам две техники выравнивания ногтевой пластины базой. Было бы просто замечательно, если бы вы их попробовали и поделились своими результатами тут в комментариях. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!